Свинцов Игорь Александрович, живу в Великом Новгороде, поисковик, член экспедиции «Долина», занимаюсь историей Великой Отечественной войны на Новгородской земле. Сейчас идет некое переосмысление событий Великой Отечественной войны через судьбы тех людей, которые здесь воевали, погибли, освобождали эту землю, защищали в 41-м эту землю от врага. И вот эти вот истории, они очень важны, потому что это истории каждой семьи, конкретных людей. Судьбы людей, почему человеческие истории наиболее важны, это видно, когда приходишь в школу, встречаешься с учениками, со школьниками, со студентами и объясняешь им, что здесь, на новгородской земле, было в 41-м, 44-м годах. И когда ты им расскажешь человеческие истории, которые ты сам узнал, исследования, которые ты провел, начинаешь им объяснять и рассказывать на конкретных примерах, человеческих примерах, что здесь было, насколько война – это страшное дело, и как она касается судеб людских. Вот видишь по лицам детей, что это до них доходит. Да, у них есть официальный курс истории, они учат историю, в том числе и историю Великой Отечественной войны. Но простые истории, вот эти краеведческие истории, они доступнее, понятнее и эффективнее. Есть краеведческие истории, которыми вот я искренне горжусь, что мы их нашли, что мы их оформили в исследовании, издали их, они стали доступными. Но вот, например, одно из последних. Мы нашли две тетради в одном из музеев Санкт-Петербурга. Они заброшены, никто не знал происхождения. Случайно нашли в запасниках, начали изучать. Оказалось, что это абсолютно уникальная вещь. Это дневники майора Красной Армии, который защищал здесь Новгородскую землю, который защищал Ленинград. Он воевал на Ушком рубеже, на Волковском фронте, на Ленинградском фронте. И в 1944 году погиб на Псковской земле. Там и похоронен. А дневники после него остались. Это живые воспоминания. Ведь мы же знаем, что дневники на войне запрещалось везти, а человек их оставил, и они сохранились. Или воспоминания партизана Михеева, который здесь попал в плен, бежал, партизанил. Его бюст, кстати, находится в Русском музее Санкт-Петербурга. И эти воспоминания никогда не издавались. Просто человек ушел из жизни раньше, чем смог это сделать. Или к нам попали документы, которые мы нашли тоже в заброшенном школьном музее, где-то в архивах, в папках, чуть ли не подготовленных для сдачи в макулатуру. Это тоже записанные воспоминания человека, который был в лагере для военнопленных в селе Медведь Шимского района. Они уникальны тем, что здесь очень много фамилий, людей, которые были с ним в лагере. Они до сих пор числятся пропавшими без вести. А еще здесь живые свидетельства того геноцида, который проводили немцы над нашими военнопленными. Потому что там проводились медицинские исследования, медицинские опыты. На наших военнопленных испытывали вакцину от туберкулеза. Ведь такие вещи никто не знает. Их надо систематизировать, исследовать, публиковать. После того, как ты их публикуешь, они останутся для людей. Поэтому исследовать события Великой Отечественной войны, искать документы, искать живые воспоминания. Да, этих людей уже в основном нет в живых. Время, к сожалению, неумолимо. Но поднимать эти документы, публиковать эти документы, делать их доступными, сейчас это очень важно.